Доброй ночи, события дня на БТБ. В ходе антитеррористической операции в Славянске силовики уничтожили крупный склад с боеприпасами террористов. Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Владислав Селезнёв. Ликвидировать объект удалось миномётным огнём. Также силы антитеррористической операции в среду полностью освободили Красный Лиман от террористов. По словам Селезнёва, жители восточных регионов поддерживают действия украинских силовиков, поскольку они направлены на стабилизацию обстановки в регионе. Что касается действий боевиков, они не знают сожаления. Нападают на участников АТО коварно из-за сад. Стреляют в колонны, убивая наших военнослужащих. Силы АТО, в свою очередь, выдвигают ультиматум боевикам статься в плен. И только при отказе блокируют и при сопротивлении уничтожают боевиков. Местное население в подавляющем большинстве положительно воспринимает действия участников АТО, направленные на стабилизацию обстановки в регионе. Это ещё раз подтверждает бесполезность планов боевиков. Украина начала перекрывать восточную границу, чтобы перерезать каналы поставок оружия и боевиков. Об этом заявил исполняющий обязанности президент Александр Турчинов. Начнут с центральной части Луганской и юго-Донецкой областей. Таким образом, локализировать террористов получится гораздо быстрее. Ближе к границе передислоцировались украинские пограничники. На заранее определенные рубежи переместили персонал, оружие и материальные средства подразделений. Причина – резкое обострение ситуации вокруг Луганского и других местных погранотрядов. При проведении операции один из отрядов был атакован террористами. В ходе перестрелки военные уничтожили трёх боевиков – вражеский гранатомёт и автомобиль с боеприпасами. Служба безопасности Украина установила непосредственную причастность российских казацких структур к поставке оружия террористам на Востоке, а также к похищению представителей АБСЕ 29 мая. Силовики перехватили ряд телефонных переговоров лидера так называемого Великого войска Донского Николая Казицына с главарями террористов. Он, в частности, даёт распоряжение, где, когда и как организовывать коридоры для провоза оружия, кого ликвидировать и что делать с пленными. Из разговора следует, что о задержанных наблюдателях АБСЕ знают в Кремле. Именно оттуда поступают указания, что с ними делать. Есть, у меня есть те, кто у меня есть, понимаешь или нет. Вот, они мне сказали, что об этом, знаете, даже первые, ничего этого не надо делать, понимаешь или нет. Скажи, там в курсе делов, что у Белокамерной, мне уже тут предлагали и деньги, и ты за них, и всё остальное, понимаешь или нет. Ну, ясно. Нет, я же пока... Я говорю, передай, скажи, там, скажи, всё нормально, всё согласовано. Служба безопасности Украины задержала организатора поставок из Российской Федерации оружия и боеприпасов для террористов на Донбассе. Им оказался гражданин Украины, который совместно с российскими разведчиками, военными и пограничниками 31 мая провёз на территории Украины 7 грузовиков с оружием и боеприпасами. А также вербовал украинцев для нападения на силы АТО. Ранее СБУ удалось задержать трёх сообщников диверсанта. Они пытались организовать поставку для террористов в военные муниции из Киева на сумму около 100 тысяч гривен. Торжества в Польше по случаю 25-летия Дня Свободы, так здесь называют, проведение первых демократических выборов в парламент, стали настоящим бенефисом новоизбранного главы Украины Петра Порошенко. Его затмевает лишь президент Соединённых Штатов Америки Барак Обама. Но практически в каждой своей речи американский политик упоминает Украину. Месседж всегда один. Забрав Крым, Россия нарушила международное право, поэтому наказана международными санкциями. Сегодня первые политики Украины и США проговорили тет-ет-ет несколько часов, о чём совещались, узнали наши корреспонденты. Варшавская встреча Порошенко и Обамы планировалась с самого начала, но не были установлены даты. Политики смогли обменяться рукопожатием ещё накануне, после награждения лидера крымских татар Мустафы Джемилева премии «Солидарности». Ранее Обама заявлял, что хочет обсудить с Порошенко экономические реформы, в частности снижение энергетической зависимости Украины от России. «Европе нужна большая энергетическая безопасность. Для Украины критически важно реформировать энергетический сектор и диверсифицировать поставки природного газа. Польша, например, инвестирует в строительство терминалов по приёмке жиженого топлива». Вторая по счёту встреча Петра Порошенко с Бараком Обамой состоялась утром на церемонии по случаю 25-летия Дня Свободы. Обмен рукопожатиями, протокольное фото. И лидеры двух государств отправляются обсуждать будущее Украины за закрытой дверью. Беседа длилась несколько часов. О чём говорили, рассказал Барак Обама. «Я думаю, что украинский народ сделал мудрый выбор, избрав того, кто сможет провести их через сложный период. Мы имели возможность обсудить планы Петра Порошенко по установлению мира и порядка на востоке Украины. Обсудили экономические планы и важности искоренить коррупцию, повысить прозрачность и создать новые экономические модели. Затронули и вопросы энергетики». Штаты пообещали найти дополнительные средства для поддержки реформ, проводимых Киевом. В частности, на оборону выделят 28 миллионов долларов. На них закупят бронежилеты, приборы ночного видения и средства связи. Кроме того, американские военные инструкторы будут тренировать украинских силовиков. В свою очередь, Петр Порошенко озвучил свои первые шаги на посту главы государства. «С первого дня инаугурации мы готовы представить план мирного урегулирования ситуации на востоке. Я думаю, первые дни будут очень важны, даже критичны для будущего Украины. У нас очень большие надежды на саммит Большой Семерки в Брюсселе. Отмечу также, что Украина, как член антигитлеровской коалиции, впервые приглашена на празднование высадки союзников Нормандии. Я очень надеюсь, что именно оттуда, из Нормандии, начнется мирный процесс в Украине». На торжества во Францию приглашен и президент России Путин. Там он будет иметь возможность представить европейским лидерам свою позицию относительно происходящего в Украине. Встреча Путина с Порошенко не планируется, но не исключена. Европейский союз готов организовать встречу международных доноров для поддержки Украины. Состояться она может уже в июле этого года в Брюсселе. Об этом сообщил президент Еврокомиссии Жизе Мануэль Борозу. Таким образом, европейцы хотят координировать оказание финансовой помощи Украине. Напомним, что в марте Еврокомиссия определила соответствующий пакет для Украины в размере не менее 11 миллиардов евро. Эти средства будут выделены в течение нескольких лет. Евросоюз подпишет экономическую часть соглашения об ассоциации с Украиной не позднее 27 июня. Об этом сообщил президент Европейского совета Герман Ван Ромпе перед началом саммита стран Большой Семерки. На 27 июня назначен саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС. Тогда же соглашение об ассоциации подпишут с Молдовой и Грузией. Напомню, что политическую часть соглашения об ассоциации с Украиной Евросоюз подписал 21 марта. Реализацией, транспортировкой и хранением природного газа в Украине будут заниматься разные компании. Правительство начинает реформу энергетического рынка. О трансформациях расскажут наши журналисты. В зал заседаний премьер-министр Арсений Яценюк заходит с большим букетом. Белые розы предназначены главному борцу с коррупцией в Украине Татьяне Черновол в честь дня рождения. Пару минут на поздравления и к работе. Начинают с обсуждения запланированных реформ. Первый премьер презентует реформу энергетического рынка. Изменения необходимы, чтобы как можно скорее интегрироваться в европейскую энергосистему. Преобразования предлагаются серьезные. Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» будет заниматься исключительно реализацией природного газа. Создается публичная акционерная компания «Украинская газотранспортная система», которая в соответствии с европейским законодательством будет заниматься исключительно транспортировкой природного газа. И создается публичное акционерное общество «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься хранением природного газа. Следующий Арсений Яценюк анонсирует реформу правоохранительных органов. Сегодня соответствующие функции выполняет еще 21 структура, в том числе МВД и СБУ. Хотя некоторым такие функции не свойственны, как, например, государственные строительно-архитектурные инспекции. «Группа поддержки Украины направит сюда самых лучших европейских экспертов, которые помогут нам концептуально изменить систему, которая должна быть направлена на защиту человека». Среди самых насущных вопросов соцвыплаты в Донецкой и Луганской областях. Деньги есть, в который раз заявляет министр соцполитики Людмила Денисова. Но тяжело доставить наличность в отделение Укрпочты и Ощадбанка, в районы, где орудуют террористы. Что касается Донецкой и Луганской областей, согласно графику мы профинансировали. И сегодня 83 тысячи граждан Украины, пенсионеров, получат свои выплаты в Донецкой области и 44 тысячи в Луганской области. Мы не можем финансировать и обеспечивать выплату в трех городах – в Славянске, Краматорске и Антраците. Мы просто не можем, чтобы наши люди, которые обеспечивают эти выплаты, были в опасности. Премьер поручил силовым структурам усилить охрану банковских отделений, почты, а также инкассаторов. И в ближайшее время обеспечить людей пенсиями и зарплатами. Второй социальный вопрос по восточным регионам – жилье для вынужденных переселенцев. Только за последнюю неделю по предварительным подсчетам из горячих точек выехали 15 тысяч человек. Мы сформировали соответствующий банк данных – тех мест, куда могут переселяться люди из критических регионов. В частности, на сегодняшний день этих мест более 30 тысяч. Они расположены по всей Украине. И больше всего их, я могу сказать, в Черкасской области. Введение в Донецкой и Луганской областях военного положения не снято с рассмотрения. Однако в Кабмине предлагают рассмотреть его уже после инаугурации нового президента. Главой государственной фискальной службы стал первый заместитель министра доходов и сборов Игорь Белоус. В регионах тоже будут ротаться руководители в связи с реформированием миндоходов. Об этом в ходе отчета в Верховной Раде заявил министр финансов Александр Шлопак. Депутаты обсуждали результаты исполнения госпюджета прошлого года. Подробности далее в сюжете. Завышенные макроэкономические показатели, недобор номинального ВВП на 120 миллиардов гривен, рост государственного долга на 20% до почти половины триллиона. Такой результат несбалансированного бюджета 2013 года. Украинская экономика находилась в наихудшей фазе – фазе экономической стагнации. Вопреки депрессивному состоянию экономики, неуклонно увеличивались социальные стандарты, которые не были обеспечены реальными ресурсами бюджета. Бюджет 2013 года, как и предыдущие, должны войти в учебники как пример того, как не нужно развивать экономику и финансы в государстве. После выступления министра депутаты переходят к работе по повестке дня. Однако что-то не клеится. Парламентарии проваливают все документы, в том числе и обращение Верховной Рады к Кабмину с просьбой денонсировать соглашение о безвизовом режиме с Россией. Там скорее может идти речь о приостановлении отдельных пунктов соглашения, нежели о денонсации общего соглашения, поскольку этот документ не был ратифицирован украинским парламентом. Поэтому нельзя денонсировать то, что не было ратифицировано. Не сходит с усту депутатов и тема введения военного положения на востоке страны. Тут мнения разделились. Работу депутаты продолжат в четверг в 10 утра. Вера Свердлок, Анна Каменева, Александр Котельников, Владислав Плюшаков, БТБ. Последние представители Евромайдана покидают здание Киевской городской государственной администрации. В общей сложности это около 50 человек 12-й тернопольской сотни. Милиция с саперами и кинологами проверили здание на наличие взрывчатых веществ. Завтра новоизбранный мэр Киева Виталий Кличко проведет первую сессию Киевского городского совета в новом составе. Бойцы Евромайдана поддерживают приход новой власти, но напоминают. Оплата за ремонт Киевской городской администрации до сих пор выплачена лишь частично. Мы пустили милицию. Они убедились, что тут нет никакого оружия, ни взрыв пакетов, ничего. Они извинились и уехали. Тут должен работать Виталий Кличко. Мы так считаем. Думаю, что день-два и ремонт закончим, если людям заплатят деньги. Людям заплатят гроши. Ростуризм пытается спасти провальный туристический сезон в аннексированном Крыму, призывая украинцев отдыхать на полуострове. Исполняющий обязанности главы Ростуризма объяснил, что перед его ведомством стоит задача привлекать в Крым не только россиян, но и иностранных путешественников, в частности граждан Украины. Ведь у многих из них на полуострове есть недвижимость. Тем временем дочерние компании «Газпрома» и власти российских городов передумали отправлять своих работников на отдых в Крым, несмотря на заявление руководства, сделанное ранее. Как сообщают российские СМИ, для них закупают путевки в Болгарию и Грецию. Про новости четверга, 5 июня. Информация дальше. Я же с вами прощаюсь. Спокойной ночи и до встречи в четверг. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok